Так, ну вот с таким вот странным мычанием, конечно, на старте. Немножечко раньше размутился я, но в целом ничего страшного, потому что с вами все так же, студия RUHUB, это Идан Мальту Лайпс, пятая неделя. Ну и на продленке сегодня, как всегда, Ягин Слипсанова, Андрей Нишарот. Жень, тебе привет, привет, дорогой зритель, еще разок. Ну и начнем мы свою, так сказать, продленочку с матча по Navi Junior и Alternate Atax. Жень, шо думаешь? Ну, немцы вообще очень крутые, прям, прям вообще сочно-сочно крутые, но Navi Junior, то есть, может быть, Господаров поиграет немножко, может быть, Штефана наконец-то здесь отножуют в ножевом раунде. Получилось, будет убирать в сторону Navi Junior, выходишь, что так, на Твертиган. Мы же сайдпик провтыкали, что-то я, да, немножечко не проснулся, но ладно, ладно, сейчас все сделаем. Ну, в любом случае, Navi Junior берут, опять же, ножики здесь, на КТ, я вижу, будут начинать, допустим, да, почему бы и нет. Ну так вот, короче говоря, немцы, немцы, короче говоря, мне кажется, довольно сильные, на мой личный взгляд, у Navi Junior будут проблемы на всех картах, постоянные проблемы, то есть, в смысле, они будут, как бы, забираться на гору и будут, как говорится, кряхтеть, пыхтеть, вот это все. Победят ли, в целом, больше нет, чем да. Ну, посмотрим, опять же, у нас было три, это четвертьфинал, и, в общем-то, первая карта Вертига, альтернаиты взяли ее себе, Navi Junior взяли, да, за два, если потребуется, будет Inferno, все видно на экране прекрасным. Что по Вертигам, 56% винрейта, 9 карт за три месяца у Navi Junior, 82% винрейта и 34 карт у альтернаит. Это мега наигранная карта, альтернаиты начнут в атаке, а Navi будут обороняться. Да, мне вроде просят чуть-чуть потише сделать. Я уже сделал, я просто типа... А, ну кайф, кайф, кайф. А то я человек орущий, так сказать. Ну что, друзья, да, пистолетчика на плент альтернаит атакса, во-первых, уже забежали, что самое смешное, то есть типа без бою, просто, просто без бою здесь. Ну и дальше будет сложный Navi Junior. Понятно, что ретейк, понятно, что мясо 5 на 5, но это как раз и проблема. Альтернаит афт, они не забрали ни одного, это будет плохо. Возможно. Возможно, но минус от бита есть по слаксу, и тем временем, вроде как, время-то должно играть. Ну а в сторону атаки, ну бит, а ункер, господа, в три размен моментально, только лишь мир бит один. Тайминд Хе пытался забрать Дефьюз Кэрри, но этого не вышло, господа, в два хп. 1-0, Navi Junior закрывает эту пистолетку. А коэффициенты от наших друзей в париматче 2-75 на Navi Junior. И сейчас я, кстати, вам их покажу, потому что произошел небольшой троллинг. Но 2-75 на Navi Junior и 1-42 на команду альтернаит атакса. В первой карте это бестов 3 серии. Ну а если вы новичок, хотите разнообразить просмотр игры, кликайте по баннеру, по трансляции, и получайте не только бонусы от наших друзей при матче к депозиту, но и, само собой, шикарную лайф-линию с множеством киберспортивных событий. Так, ну это да. Слушай, ну что-то пистолетка. Я такой, ну плохо получится, получилось хорошо в итоге. Забавно, что альтернаитов вообще никак не удалось защитить пакет, не удалось держать. То есть их запустили, а получилось так, что запустили в логово к льву. Я прям, не знаю, редко такие пистолетки вижу, если честно. Обычно не получается. А в ретейке, если уже как бы, ну, типа плент мягко отдаете, то потом уже как бы, уже габелла, короче говоря. Но внезапно здесь не так. Лады. Ребята из команды альтернаита такс. В общем и целом делают эко из того, что мы видим. Соответственно, в общем и целом, Na'Vi Junior второй раунд, наверное, себе заберут. Рано не поздно, опять же. И вот как раз ждем, как говорится, когда. И погибнет ли кто-нибудь у команды Na'Vi еще. Ну, опять же, пока эко-пистолеты и альтернаиты приходят к дефолту. Ну, баю на второй раунд. Ну, на третий раунд, конечно же. Да, топ бит пока с аункером делают 4 минуса без разменов. Слакс с деглом. Бески Ларес, бомба на руках. Хотя бы один фраг, да, этот топ вроде как не особо-то и залетает. Топ закрывает это делом. Что у нас по кТТ-ориентированию? Евгений, потушите себя, пожалуйста. Вот. 55% Т доминация у Na'Vi Junior и 45 КТ. И альтернаита такси от 52 на 48 КТ соответственно доминирует. Ну, в общем-то, будет интересно посмотреть. Да, Na'Vi пока берут два подряд. Но, с учетом того, что, опять же, я, например, про немцев сказал, то, что Na'Vi Junior будет сложно везде. В этой карте, в следующей, там, если третий будет, в третий и так далее. Так что, фундамент строят потихоньку с первых раундов. Ну, то есть, вообще кайф, а почему бы и нет? Очень нравится. Пускай так и будет. Ну, чтобы, как бы, Na'Vi не отлетали, там, 2-0 не прикольно же. Хочется посмотреть и побольше, и подольше, и чтобы интереснее было. Господаров пока что защищает Аплент. Топы вместе с ним на боковом защищают Аплент, опять же. Ребята довольно агрессивно себя ведут. Но альтернаиты, во-первых, не ведутся. Во-вторых, им, в принципе, плевать. Они совершенно спокойно сейчас будут разыгрывать, свою разыграйку на плен, скорее всего. Топом. Ну, нашел эту стеночку и, в принципе, забирает Крейси в опоне на боковухе. Первый довастен и пошел не сильно хорошо. Альтернаитов, и мы с вами прекрасно понимаем, что зачастую на вертик все и сводится к тому, что вот, на ранних таймингах будет заниматься, база, но топ еще и второго через эту железняку забирает. Падает скранк, и я даже не знаю. Но где же взять силу альтернаитам с этим заходом? Пока все слишком неубедительно. Пока, да. Ну, то есть, реально, да. Штефан, правда, Господарова забирает. Штефан последний остается, но здесь 1-4. Как говорится, спасибо, до свидания. Чаевые можете не оставлять. 3-0. 3-0, друзья. А за... Именно Na'Vi Junior, не за немецким коллективом. И это прям... Вау-вау. Три человека вообще не успело пострелять у команды Альтернаит Атакс. Они просто отъезжают, как бы, и все. 6-0 от топы на Двертига. То есть, а? Вот такое вот у меня, наверное. И эмоциональное состояние, да, пока что. Это, однако, очень внезапно, очень интересно. 9 карт у Na'Vi Junior на игр, на при этом 56% инрейт. 34 карта на Двертига, друзья, у Альтернаитов. 82. Как слышно, 82% винрейта у немцев. Я поэтому так, собственно, серьезно и говорил-то в самом начале. Но внезапно пока выходит, как выходит. И это гораздо интереснее, чем могло бы быть. Стопы еще один килл делает. По-моему, он так и не погиб. Как я понимаю, еще один килл делает. Он так и не погиб. Опять же, Эмирбит со Штефаном удаем. Ладно, это эко хотя бы, но хоть килл-то престижа будет. Какой-нибудь нет. А нужен? Потому что я пока вижу, что фрагов особо Альтернаиты так и не поделали. Крэйсис Лакс Кранг по нулям. 0.04 у троих. И как бы не удивлюсь, если там еще и пятый добавится, и четвертый. Можно довольно сильно зарезать с самого начала. Тоб закрывать Штефана. Вот вам и четвертый, и пятый. И такая, кажется, это первый у них в списке с одним килом. И последний в списке с одним килом. Вот и все. Ну, давайте, вторая закупка. Все, ничего, друзьям. Давайте, значит, шумим щитами за нами в чатике. Поддержим Нави Джуниор, само собой, и щитами. Ну, а кап из Альтернаиты так, все как обычным. Вместе проснемся. Все-таки, ну, пускай и шесть вечера по Москве, без пятнадцати шесть. Но матча пожидают очень интересные. Вот это первый стартовый, да, для нас с Женей, Нави Джуниор и Альтернаиты так. А также еще под занять с игрового дня будет Гамбит и Янгстерс против Блю Джейс, если я ничего не путаю. Ну, с чего у нас СНГ команда, СНГ команда. С Анишей получается, да. Ну, то есть это очень приятно. Типа матчап, который интересно смотреть, как минимум, сразу заранее из-за команды. И матчап, который интересно смотреть. Такая же история, как минимум, сразу из-за команды. Это прям найс, красиво, хорошо. Другой вопрос. Альтернаиты таксы. Как бы... Вас из нас. Это уже какой-то сложный пошел. Согласен. Я вообще человек не особо простой, так что, как говорится, проще становиться уже поздно. Ну, так вот. И, собственно, байраунд для команды Альтернаиты такс сейчас. Топы здесь. Вот мне прям интересна личная ставка топа, когда ты умрешь просто. Так, осуждаю. Тоже осуждаю. Всеми фибрами просто души изо всех сил. Но, тем не менее. Ну, что, пока он, по-моему, не погиб, и можно тут на какие-нибудь, как говорится, 11.0. 11.0 чисто по приколу выехать, будет забавно. Команда Альтернаита такс пытается открыть аплент. О! О! Первая смерть! Вторая. Еще у господа. И третья даже. Слушай, но есть минус, да, от Крэйси в том числе. Мне интересно, какой у тебя будет секундомер. Ну, пока захват. Ладно, бомба ставится. Лункер за смоком. Чекает, опять же, дефолт. Не простреливает никого здесь. Кранк запрыгивает на ящики. Ну, и пытается чекать хелпу. Но, опять же, скорее всего, лункер и капачи просто пойдут на пасы. Потому что 2 в 5 ретейкать о базу, ну, очень сложно. Да, да, здесь вариантов особо нет, я считаю, тоже. И в итоге первый раунд за альтернаитами. Ну, в целом, с почином. И тоже, кстати, очень забавно было, потому что то ли таких флешек не было, альтернаиты в прошлых раундах, то ли они были, но не получалось именно таким образом, зашли за флешек же. То есть Господарова там они стянули, опять же, флешкой в лицо, и Господаров такой, а, господи, бежать, спасаться, что-то делать, ничего не видно, ничего не слышно. И потом начали погибать. Топа Господаров и бит. Получается так. Вот, и первый раунд немцы, получается, забрали. То есть, ну, большой вопрос, такие флешки были. Прошу прощения, такие флешки были до этого момента? Или не были? Это автобот, Евгений, или что? Да, это я. Автоботы, просыпаемся. Кстати, кто автобот, тут плюс в чат ставят автоматически, так что жду. Ответки альтернаиты действительно смогли ответить здесь, и я думаю, что коэффициенты от наших друзей при матче теперь 182 и 181.92, соответственно, да. Практически 50 на 50 выходит, что так. Ну, и я думаю, что Na'Vi Junior сейчас должны продолжать набирать раунду за защиту, хотя вот все будет зависеть от исполнения альтернаитов. Да, вот если так и будут выходить по соло, да, и скранк будет умирать в одиночку, то конкретики мы так и не получим от немцев вначале. Так, ну, едем дальше. Едем дальше. Четыре чатка у команды альтернаит, а так, в итоге, пока что остаются. Мирбит Слакс, Крэйси и Штефан. Скранка потеряли, у скранка 0.05. Ну, то есть, вообще как-то грустно-грустно. От Б-спирали отказались из того, что я вижу пока что. Нет, подожди, не отказались, наоборот, стоять. Идут. Вы же идете или вы... Нет, отказались. Хорошо, я понял. Они как-то угол завернули, в общем, на плент хотели бы. Ну, 50 секунд у них есть. Топа здесь как раз проверяет, что, кого происходит. Заметит оппонентов, как только выйдут из мака. Топа. Ну, вот, очень неосторожно, да, на самом деле. Кажется, со стороны это выглядит. И, да, человек с ножом, хороший, опять же, мулл спит, вот это все. Но, при этом, одна ошибочка, чуть-чуть застоится где-нибудь. Да, лишний стрейф, и ты можешь умереть на ровном месте, чего не хотелось бы, наверное, по защитам. Топа забирает Крэйси на заходе, Штефан размин по биту. Есть минус от Штефана еще и по топе. И опорники дают трещину. Вот так поворот. Да, ну так. Мирбит, Слакс и Штефан остаются в троем в итоге. Штефан получает в почку, но пока что живой. На той же позиции, кстати говоря, остается. Даже после того, как получил урон. Но сейчас только начал уходить. А он, соответственно, понял, где находится оппонент. Почти убил Штефан. Но только что он его не убил. В итоге Слакс с Мирбитом попробует здесь в этот раз защитить. И, соответственно, Плент. И с учетом того, что гранат нет у команды Navi Junior, у них это будет получаться, возможно. Аункер поймал Мирбитом. Но при этом один на один. Дефузы у Капачо были. Но времени было в апресс. И до чего дошел прогресс. Команда Альтернейт забирает себе второй раунд. Копилку. По сути вещей-то немножко ломает экономику защит. Хотя у тех вроде как через раздропы что-то шифровнуть можно. Не даже дораскидываются. И даже на все деньги. И топи надо, наверное, 2000 потратить, если он хочет. Да. Ну, в смысле, хочет-не хочет. Третий вопрос. Тратит так или иначе. Здесь и сейчас. Авапа есть у Господарова. Даже одетый. Пускай и без шапки. Но так как лету, тут, в принципе, плевать. Бит на Апланте. Опять же, остальные ребята втроем на Апланте. Б. Два человека стоит. Опять же, около перемычки. Около самого Платобы. Команда Альтернейт Атакс думает о том, что Б-спираль бы прикольно было бы забежать. На Б вообще прикольно было бы забежать. В целом они угадывают в том плане, что здесь два человека, а не три. Если может быть у них это получится даже. Ну, на самом деле, пока видим, что заход под Б-поинт. Капачи здесь очень-очень хотел промутиться под ящики. Он забрал под Блайдом скранка. На минуточку. Размен от Мирбита. А Ункеру нужно жить просто за дефолтом. Ну, как много времени он выиграет на этой приемке, непонятно. Он стреляется с боковухой. Но у него ничего не удается. Размен от Бита. И так же падает Кресси. Но Слакс тут как тут. Господаров вместе с топой. Ну, уже один топ. Остается против слаксовичной фонов вне позиции Б-базы. Хотя идем со спиной. У нас попытается, да, бороться до конца. Судя по всему, из того, что я вижу. Выходит на БМ. Видит оппонента раз. Знает оппонента два. Лол, здрасте. Приехали, как ваши дела. Просто. Не, ну знаешь, они в какой-то момент все-таки посмотрели спину. Просто немножко опоздали. Мне вот очень понравилось. Топа ворвался такой. Типа, тупо, тупо, тупо. До свидания, до свидания. Чаевых можно не оставлять. Наберете, как говорится. Наберете. Тут такая форма у человека сегодня конкретно. То есть реально просто вылетел, просто типа... Все, пока. Я не знаю. Я реально не знаю, что здесь установит джуниор в хорошем смысле, но некоторые игроки очень заряжены. То есть это какая-то прямо пиковая-пиковая форма. Господа распадает, правда, от флакса здесь. Есть опен для команды Alternate Atax. Для них, опять же, неплохо. Они еще на то сайте, вы же видите, да? Они на то сайте летят, типа 5-2. То есть не прикольно, надо раунды брать. Я могу сказать, что тут, на самом деле, да? 22 раунд за два для двух коллективов одновременно. И в теории для атаки это реально, и не то чтобы суперреальный шанс набрать раунды, которых они могут не добрать по итогу. Но если защита продолжит в том же духе и реально возьмется и за эту закупку, то, чем черт не шутит, интернеты могут на Вертиго немножко погореть сегодня. Особенно в первой половине. Ну что ж, Слакс, Кранг, Кресси и Штефан четвером. На Б ставится бомба втроем, ребята из команды Novi Junior. А ункер биты и Топа пытаются убить оппонента, сбрил оппонента, но ценой большей части своего хп. Это во-первых... А, в четвером они, Капачи живой, на одном хп. Я только сейчас заметил. Да? Ну ладно. А он киркеси забирает, Слакс отвечает, Слакс отвечает. О, они все хитовые! И Капачи все равно работает, Скранг последний. И шутка в том, что они могут собраться в линейку. А Капачи там спалился. У него есть шанс, но очень призрачный. Не-не-не-не-не. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну там как бы близко, но немножко не так разыграли в конце. Немножко не так, наверное. Ну ладно. Ладно. Восемь раундов позади. В принципе, если говорить про то, что мы видим по розыгрыше сейчас. Нави Джуниор были максимально близки к победе. Но там изначально процент здоровья у трех игроков вызывал множество вопросов. Теперь же Нави Джуниор понимает, что экономика крайне-крайне нестабильная. И сейчас они, закупаясь в нули, также могут обрушить экономику альтернативных. Но при этом остаться, вернее, без перспективы на ближайшие два раунда. То есть это будет, скорее всего, 5-5. Но там посмотрим. Ну, может быть, да. Байден на все деньги. Надо после этого раунда еще кэфы посмотреть. Прям интересно, что по атаксам там приматч думает. До этого Нави Джуниор тащили, потом атаксы проснули, судя по всему. Лады Господаров на пол-ХП получил, а Ункер на немножко чем-менее пол-ХП получил... Что я как-то странно это сказал. На чуть менее половины ХП. У меня с тобой оба странные, не волнуйся. Для меня, собственно, 30 лет, такая так же нормальная история. В целом, авапы есть у команды Альтернаит Атакс, калаш тоже, СМГ-шички. Вообще, в целом, конкретно данный бай против Нави Джуниор очень хорош от атаксов. Он будет очень удобен в целом. То есть можно будет сжать диглы, а диглан против таких мобильных игроков будет не совсем комфортно, не совсем приятно. Атаксы на планете медом намазано, соответственно, сюда и бегут. Соответственно, Капачо делает килл по Мербет. Это, кстати, хороший вэпен. Скранк прыгает тупо на жбан вообще. Битокик, здорово, братан, чё, как? Я в Марио играю. Топа забирает с кранка в итоге. И пока что в меньшинстве вообще-то атакси, но бомба поставили. 4 на 3 действительно с бомбой в низках повеселее будет Альтернаитом. Альтернаитом, но и с другой стороны мы уже видим те же примерные лоу-хиты. Ну, а ведь Джуниор, одна пулька Господару и топа вам до свидания. А Ункер чуть более живой, но похоже, что тут план даже не столько идти в ретейк, сколько сэвить и снова пытаться, ну, вот как-то выходить на довольно форсированные такие наши закупки со стороны, если посмотреть. Ну, пока особого толку это не приносит, посему надо будет обдумать, обдумать, что с расстановкой оформят на Ави Джуниор. И сейчас мы, в принципе, входим на то, что коэффициенты от наших друзей при матче 2.8 на Ави Джуниор, 1.4 на атак, соответственно. Ну, а это все говорит нам о многом. Ну, а также, если вы хотите разнообразить свои, так сказать, просмотры киберспортивных событий и получить очень большое количество разнообразных коэффициентов, то кликайте по баннеру по трансляции, получайте и не только бонус депозиту, но и интересные котировочки на киберспортивные события от наших друзей при матче. Едем дальше. Едем дальше 5-4. Друзья, пока что счет. И здесь ребята из команды Ави Джуниор. Ну, в общем и целом с экраундом как бы до 2к, ну так, грубо говоря. Капачи. Ну, в целом, широковато вышел, конечно. А, там все остальные тоже вышли. То есть они, в смысле, выходили вместе. Дело не в Капачи, а то, что он широко вышел. Это отдельная стратегия, которая на минус 2 сработала, больше не сработала. Но, тем не менее, забавно, что могло бы получиться, на самом деле, даже на минус 4. То есть, вообще-то, вообще-то это неплохо, но в этот раз просто не заехал. Так. 5-5. Да, пока, в общем-то, плюс-минус ровно идут ребята, но мы, Саня, прекрасно понимаем, что на Вертиго вроде как должна доминировать атака. Это не про альтернатов, по статистике, конечно, но... В целом, в последнее время, за последний месяц там поинтереснее, кстати говоря, стало. Побольше, да, опций было? КТ, да-да-да, КТ немножко под это самое вперед подвинулось к Т-сайду, вот если я правильно помню. Но, по-моему, не сильно. Надо, кстати, посмотреть попозже, я думаю, посмотрю, чисто обновить для себя, инфу, зрителям рассказать. Ну, чтобы были, как это, в курсе, да, чтобы не было суеверий, да, что... Ну, Т-сайдовая карта точно, да, я точно знаю, она уже там, может быть, 300-летняя Т-сайдовая, допустим. Штефан Капача забирает, друзья, 4 на 4 пока что. Подбитенькие террористы тут могут быть проблемы потенциально, но позиции у КТ нет. Ну, а с другой стороны бомба только лишь сейчас установлена. Если слаг здесь ошибется на чеке спины, может быть, господаров окажется очень в нужное время, в нужном месте. Вот тут такой вот промах, и слаг спрокидывает морик. Опять же, вот теперь, наверное, после того, как появляется инфа о спине и вероятной потери, да, игрока в халпе, можно уходить на подсейв. Тем более, что времени довольно сильно потратили, а Ункер бит, да, делают по фрагу, 2 в 4, китов все еще нет. Да их и не будет, а Ункер закрывает слагса, нужно дергать бомбу. А тут Штефан, Штефан не заберет, а Ункер, неужели этот раунд могли бы потащить? Нави Джуниор, но Штефан очень грамотно отстрелил до фьюз керри. Да, и в итоге время кончается. То есть все это время, простите за каламбур, время шло в пользу команды Alternate Atax. Выходит, что так? И немцы играли на удержании. То есть они, в принципе, уже прекрасно догадывались, на самом деле, что их будут давить. И вот этот вот, на повторе то, что вы сейчас увидели, это, опять же, фокусное действие по самому, по самой приоритетной цели, по большому счету. Самое забавное, опять же, да, не у всех не всегда получается принимать такие решения. То, что сейчас делает Штефан, это вот очень хорошо. То есть это как надо, потому что я такие вещи вижу, одна треть, короче говоря, таких раундов. То есть у двух третий игроков бывают соответствующие проблемы по приоритизации цели, опять же, и по правильному принятию решения соответствующие проблемы. Но, тем не менее. 6-5, друзья. Пока что атаксы впереди. Ну и, возможно, продолжат набирать поинты, если заберут и этот двайсный топа сделал опен, размин от Штефана. Также фраг для бита, и Штефан включается в череду этих фрагов. Заход туда, правда, под небольшим вопросом. Господар в упоре под краном, ему бы тут минус, да и отойти. И Господар забирает слакс и уходит спокойно. За счет чего альтернетом теперь нужно снова набирать хоть какой-то темп. Неа, потеряли, кстати говоря, и правда. Причем, у Navi Junior там потенциально с деньгами проблема уже после бая была, но при этом этот бая не вытащили. У нас в итоге 6-6 счет становится. Совершенно, на самом деле, дикая первая половина. То есть при тирку ребята идут друг к другу. Никто никого никуда вообще не отпускает. Далеко. И так как карта, опять же, да, вообще-то в целом-то и ориентированная, плюс-минус, да, это вот очень интересно для таксов, потому что Navi Junior в целом на КТ стороне уже приличное количество раундов вообще-то забрали. То есть это в смысле 6. Какие-то стандартные 6 вот на немножко более слабой половине. Это прям, ну вот хорошо. Как бы план выполнен, а Топа еще и дальше хочет забрать. Мирбит, правда. Ну вот с СМГшкой очень хорошо, на самом деле, на план забегает, но боковой не прочекали. Из-за этого боковой хранят оппонентов, из-за этого Мирбит, а Ункер с другой стороны, соответственно, работает. То есть это был Crossfire. Да? И в итоге Slugs бедный последний. Но тут критическая ошибка при забеге. Ну, сорян, пацаны. Как бы боковой это, ну, буквально самая важная позиция на планте. Ну, вот в этой итерации карты Девертига. Не чекайте, как бы, раунда до свидания. Не добавить ничего. Не пошло. Ладно, отбросим, опять же, всю эту грустную историю. Вернемся к нашим реалиям суровым, потому что там экономическая ситуация. Альтернетов выглядит теперь что-то совсем страшно. И я вам больше скажу, коэффициент, а наши друзья и приматч, снова возвращаются в собственное русло. Это 1.85 на Ави Джуниор и 1.9 на Альтернет Атакс Федель, 1.3, то есть снова 50 на 50. Я даже не знаю, чего ожидать-то дальше. Ну, это из-за того, что Атакс Фаворит ты, но Ави Джуниор классно играет, поэтому такие кефы. Прикольно, мне нравится, кстати говоря, реально интересный матча, походу, будет. Да, Ункер, ты сумасшедший человек, просто что-то делаешь. Убивец, да, квадрокилл. Здесь, опять же, и для статистики нафарм, и для моральных подъемов, так сказать. Моральных подъемов кого, простите? Моральных подъемов? А бывают моральные падения? Подожди. О, это бывает, братан, это бывает. Бывает, ну тогда давай. Моральные падения, как говорится, что вы хотите об этом узнать? Давайте я вам расскажу. 8.6, друзья. Первая половина берется Ави Джуниор на КТ-стороне. Это слабая сторона карты Девертига. Обновил я тут инфо, посмотрел за последний месяц, перепутал. Девертига все еще это сайт. Даст ближе, вот это вот. Прикинь, даст последний месяц, прям 50 на 50. Половина была стопа. А, это для кого-то был вопрос, секрет? Просто даст 2 всегда был 50 на 50. Не-не-не-не, это ориентированная карта была, там было 54%, 53%. Скажешь, скажешь уже дедам, дедам вернее, ну ты понял, да. Не, подожди, если так было. Это в смысле, вне зависимости от того, что ты об этом думаешь, топа, делаешься. Было, но прошло. Топа закрывает в итоге скранка, минус от Слакса на заходе. Господара пытается работать с боковухи, но падает от него Крейси. И вроде как 4 в 3 для защиты это преимущество, но падает второй АВП, это Аункер, также падает Господаров. И мы теряем всю оборону, практически всю пуда, конечно же, ведь Бит на месте, готов давать кабинеты, но у него тут Смоук. И Смоук это ошибка, потому что Мирбит наказывает оппонента. Капачи, последний. Так, Мирбит и Слакс. Ну, Капачи жесткий. Стоять, ты что еще это заберешь, братан? Ну нет, ну если честно близко было. Ну то есть прям настолько близко, что мне показалось, что вообще-то заберет. That was close. Здесь, но нет, 18 на 7 топа отыграл. По атаксам, конечно, немного тяжеловато в плане именно фракстатов. То есть они вот долетели до близкой половины. И то, кажется, если честно, просто потому, что, ну, играли эту карту много, и у них абсолютно дичайший минрейт. Это фичерная карта атаксов, друзья. Вот эта конкретная. У них такого больше нигде нет. Ни в одной карте. У них нету такого адища, как здесь, типа 80% побед. То есть это, ну, это жесть какая-то. Все остальное у них гораздо ниже. И 34 карта наигранной 35-й получается за последние месяцы. И на фичерной карте они на главной половине... Главная половина сейчас только лишь начинается. Вторая пистолетка, поверь, на слово. Может быть, да. Собственно, на раскидке аункер топа с господаром, бит капач с арморами, попытка зайти куда плент, играют от хелпы. Между прочим, альтернаиты, скорее всего, даже будут больше играть в ритейк. Но вот таймить наиды надо. Как только услышат бомбкерри, так, скорее всего, и будут... А-а-а-а! Ну, это, кстати, неплохо за байчину. Но, скорее всего, находит вниз по битву. Четыре человека у команды на вид джуниор. Остается капачо. Капачо. Справляется капачо с оппонентом. Слакс отвечает, правда, по господару. Три человека остается у команды на вид джуниор. Слакс. Широковато, возможно, стоит. Но, в целом, на него вообще-то никто не уходит. Так что, норм. Капачо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что, стрейфишься так? Боженька, господи, боже, родной! Пожалуйста, перестань! Нет, в смысле, продолжай. Нет, на самом деле, продолжай, не перестань. Я вот соврал, не слушайте меня. Скранг со Штефаном, друзья, остаются вдвоем. Нет, просто СНГ команда. Ну, черт возьми, в конце-то концов. Штефан забрает топа. Два на два. Так, ты, походу, на секундочку торопишься буквально вот. На секундочку. Как же он танцует, как он байтит. Аонки расправился с крангом. Штефан дергает еще разок. В глаке 11 буллетов, минус один. Второго тоже видел. Ну, дергать надо дубль два. Штефан, дергать надо. Дергать надо. Штефан. О, господи, Капачо! О, Капачо, да как же? Он вообще неумолимый. Куда ты смотришь? Это жесть! У тебя времени нету теперь. Куда ты смотрел? Я смотрю в горизонт, потому что я индеец, который смотрит в горизонт. Это... Это было великолепно, Евгений. В горы в облака летит орел. Когда вы будете писать свою лирику, Евгений? 9-7. Ждем, значит, комплект стихов от Евгении Слипсонвайл. Ой, куда ты смотрел, родной? Просто, ну вот что такое ты будешь делать? 9-7, друзья. Na'Vi Junior. Прекрасный раунд, на самом деле, замечательный, но больше от ошибок и атаксов, конечно. А в данном случае бой на все сейчас от атаксов, то бишь форс, по-русски говоря, на втором раунде второй половины. И если этот форс Na'Vi Junior переживут, то 10-й, 11-й, в принципе, за ними. Но надо быть аккуратным. Мирбит спустился с лестницей и действительно, альтернеты решили, так сказать, немного удивить своего оппонента. Порой это у них удается довольно неплохо, но тут, знаете ли, в чем дело? Na'Vi Junior посматривает за спинкой и, в общем-то, все так же хотят, хотят задушить эту абазу до конца. Мирбит, в свою очередь, сверхнизу особо пока не торопится вылезать. Ну и тут вот стак куда, господаров, пошел через Морик, но, опять же, забрал Слакса под смоком. Таким образом, он оформляет преимущество. Скранка в дефолте. Это вот Смоук Криминал пока еще не прочекан, еще и с деглом там ворвался соперник. Туги Мирбит Крэйси отлетает. А Скранк как сидел? Ёжик в тумане так и сидит. Забрал двух, но размен от Капачи Аункера и как бы 10-7. И экономики у Альтернета Такс при 18-м раунде быть просто не может. Ну, а тем временем, коэффициентом от наших друзей приматч 1.45 на Na'Vi Junior 2.62 на Альтернета Такс. Соответственно, при этой первой карте был 3, что тоже довольно интересно. Ну, а если вы хотите, в общем-то, получить шикарную лайф-линию с массой событий киберспортивных и также бонус к депозиту, то кликайте по баннеру по трансляции и приматч для вас подарит приятность. Приятности. Ну, один совсем мы, может быть, будем ожидать. Аскранка клевый дигл шашлык получился в прошлом раунде. Не помог, правда, но прикольно, прикольно. Кресси вместе с товарищами. Кресси на боковом. Одна из самых важных позиций. Испалился Кресси, потому что нервы. Прекрасно понимаю. Тяжелая ситуация. Вы еще и фавориты, и у вас вообще как бы мозги на бекре не за это, что вас тут катают, как хотят вообще по большому счету. Но, тем не менее. Скранк путешествует пока что около Меда. Немножко нервничают ребята насчет потенциального бета. Типа, мало ли что, но на самом деле около Аплента большая часть команды на Вит Джуниор и бомбы ставятся постепенно, и хаишки никакой нету, и Битус, соответственно, в принципе, вообще плевать. Он поставил на красном дефолте на Аплент пакет, и все еще пять человек у команды Атаксов, но позиции нет. Все правильно. Все правильно, да только сколько девайсов вообще планируют альтернаиты, да, в подобных ситуациях убивать. Мы обычно от экономических ждем несколько более серьезный перформанс, там, где-то, возможно, два-три девайса, четыре-то вообще прям аплодисменты. Но не заходит по окам. И вот я говорил о том, что, да, скорее всего, для альтернаитов начнется только лишь со второй половиной вся эта история на Вертиго, но пока, если честно, я не вижу тех альтернаитов, которые были на моей памяти в последний раз, когда я говорил, что ребята тоже довольно серьезно форму поднабрали, но при этом у нас на этом турнире в рамках этой недели мультвайпс, да, появилась еще одна команда андердогов, которые, ну, скажем так, уже в полуфинале. Я думаю, все прекрасно знают, о ком я говорю. Начинается на Т, заканчивается на Н. Это что-то в районе ацтекско-майянских историй, я бы сказал. Тики-така, надо, кстати, посмотреть, что это конкретно, мне очень интересно. Аункер забирает одного, забирает второго. Мирбитслакс и Штефан остаются вторым в итоге. Команда альтернейт атакс. Надо, наверное, просыпаться на своем тупике. Не, в принципе, как хотите, конечно, то есть, наша СНГ-команда это не против, мы-то, в принципе, не против, по большому счету. Нас тут 6000 человек смотрят, большинство из них болеет за нами, за нами, скорее всего. Мирбитслакс и Штефан, друзья, втроем все еще, и они поняли, что четко, позиции у нас нет. Что-то как-то, друзья, пойдемте-ка в сейф запремся и подумаем о жизни. Ну, надо так. Надо. Ну, вот это может быть, но пока не получается, видишь. Да, 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 пока вот видишь, не получается. К сожалению. Эх, ладно. Что у нас, в принципе, интернет, да, давайте просто сгоним так по Шурику предыдущие результаты. Ну, выиграли Blue Jays, которых мы сегодня в рамках также четвертьфинала уже в следующем было три. Посмотрим против Gambit Youngsters Будапешт 5, выиграли, Gamer Legion выиграли, которые уже успели нашуметь в рамках этой недели. Что вообще по Vertigo, да, какие последние матчапы у них были на Vertigo, аааа. Ну, я теперь понимаю. У ребят пошел спад, короче. У ребят, похоже, последние вот две карты за фига, пошел спад. Ладно. Может быть, сегодня они реабилитируются за все прошлые ошибки, но топ говорит никакой реабилитации, только победа. Только Na'Vi, только победа. Только Na'Vi, только победа, да, здесь кранг падает. Кресси на боковом пока что, в принципе, Мулькнула отсюда можно выбивать, на самом деле. То есть не то, чтобы особо страшно. Должно быть для команды Na'Vi Junior, четыре человека у команды Атаксов. Один из них, как минимум, точно под B, потому что за B все равно страшно. Оставлять бы, естественно, как бы не стоило бы. И опять же, и тем не менее, четыре человека, и Атаксы пока стоят. И Na'Vi Junior особо, в принципе, никуда и не спешат. Осаждают Аплент, но без опен фрагов пока что. Да и в принципе, да, вот этот вот минус он есть для атаки, и Кресси еле живой, но Slugs, помнится мне, он на А базе с авиком и не такие выходы в золото закрывал. Единственное, что сегодня, да, и последний матч, который я смотрел от Na'Vi Junior, они после вот этого условного отпуска чувствовали себя не очень комфортно, но вот сейчас видно, что командное взаимодействие, да, и четко вот отстрел по позициям работает на ура. Мы видим очередную смерть снайпера защиты, да, видим уже есть 25 в 3, и более того, очередной сейв. Но тут вот есть засланный казачок, и аункера никто не ждал, но при этом всего один минус, зато есть инфа о том, куда же все-таки спрятались, атаксы. Мирбит и Штефан достают сюда, и Мирбит, экзит, фраг, экзит, фраг от Мирбита. Вот это да! Вот это игра! Вот это киллы! Вот это 13-й за Na'Vi Junior. Ясно. Кастер топит за Na'Vi Junior. Ясно, друзья. Согласен. Ясно. Считаю, что уволен, кто согласен, ставьте плюс щад, друзья. Это как вчера Крэгис сказал, да там Саймоны должны 2-0, и такан, А, кстати, я тоже так думал. Не, в смысле, серьезно. Зря вы так думали. Зря. Я тоже так думал, а потом смотрю, и такой, а, чего? Сегодня онрисов смотрю, вот, вторая карта, я думаю, ну, сейчас вот онрисы, соответственно, второй, наверное, выигрывает. таймал, тем временем. Да, тактическая пауза, надо ставить, а потом смотрю, собственности, так антарктически взяли, такой, ясно, сейчас все будем работать. да, слушай, ну, я тут могу запустить, так сказать, интересную историю. А давай. Готов? А наши друзья, паримач, ты видишь, какие цифры, 11 на Na'Vi Junior, его 5,8 на alternate attacks, уже не верят в немцев на победу первой карты, это и было 3 серии, вообще не верят. Хотя, тут еще 13,7, и я тебе больше скажу, в последнее время, если команда доходит до 400 до 15, у нас, как правило, ТБ пробивается. С такого счета. Ну, бывает, да, кстати, камбеки, типа, из последних сил, эх, надо тащить, а потом фейк камбек все дела. Да, 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 есть такая тема. Лады, бай, дорогие друзья, для команды alternate attacks, а смогут ли они победить Na'Vi Junior в этом раунде, в скобочках, да нет, не особо в целом, но тем не менее, будем считать, что я эту фразу сейчас не говорил, Кресси, друзья, наполовину хп, потерял пока что, пока остался в живых, боковой бросил, скранк его заменил. То есть, ребята, хп-менеджерят, кстати, молодцы, между прочим, это хорошая идея, вот, и не, ну, не проявляет, короче говоря, ригидные, скажем так, всякие штуки, штуки интересные, то есть, не, я тут останусь стоять, у меня 15 хп, но я останусь, и они прям аккуратненько стараются, как бы, всеми версию всеми пользоваться, единственная проблема, что не выходят, против таких, Na'Vi Junior, не выходят. Самое забавное, что мы с тобой, вот, за вторую половину, так точно, хотя и за первую, в атаке не видели сплит на Б, через МИ, вообще, у нас были только прямолинейные атаки Б, и прямолинейные атаки на А. Да, спираль была Б, да-да-да-да-да-да, согласен, кстати говоря, ну, боковой РМПА. Ну, камилус открыть, начало положено, сохранять нужно преимущество защите. Ну, есть контакт, ладно, топу, топу, кстати, забрали, одного из топового фрагстатера, простите за каламбур, Na'Vi Junior, так что, может быть, какой-нибудь восьмой, для атаксов, но это сильно заранее, что там у них, три человека стоит там, два человека стоит сям, там и сям, соответственно, А и Б план, как вы понимаете, если видите радар, но смаков до черта, на самом деле, то есть есть куда двигаться к команде Na'Vi Junior, и вот они, собственно, двигаются, чепчик с кранка, что-то не... Да господи, да что ты будешь делать, да сколько можно стрелять, что за чепчик такой неубиваемый, но аункер такой, так, я понял, я подойду вплотную, и в общем решили эту проблему, да, кевар вы какой-нибудь, нано кевлар какой-то подъехал, там энергетическое поле, просто пули огибают, бит, бит, от флакса, но бит, делает свой бит, кресли забирает бита, а аункер вместе с Капачо, они будут играть на время, байтите играть на время, надо было бы наверно, е, падает, первый падает, аункер красавчик, ну, опять же, все могло начаться с того, что он не забирает игрока за дефолтом, да, терпел, контр-террорист под ящиком, терпел, но аункер был сильнее. Да, комичная ситуация на самом деле, с чепчиком там получилось, но тем не менее, 14-7, друзья, ну, это прям прямая до победы для нави на этой карте, на мой личный взгляд, бай на все деньги для команды атаксов, это их самый важный байраунд в этой карте, вот прям здесь, прям сейчас. Да, вообще, да, в любом случае, есть опен на стороне, защиты, падает у нас игрок, который в соло решил погулять куда, к рейси в упор так же подобрался, и бит за дело, наказал, вот что говорить сегодня конкретно про интернет, так можно на это уровень стрельбы, да, уровень стрельбы, ребят почему-то просел, да, слакс плюс-минус старается, господа Рафа забирает здесь, но, если брать общий, да, общий фон, общую массу, до интернетов, они не убивают, порой. Да, это заметно в целом, у крейси 8 на 18, в целом, один из тех игроков, который на некоторых картах очень хорошо играет, типа на, оверпассе каком-нибудь, например, вот, но сегодня надо вертига, напомню, фичерная карта команды атаксов, то есть, если это фичерная карта, и тут, как говорится, даст отлет еще, Евгений, а можно по-русски, вот, вот я не понимаю, что такое слово фичерное, вот, я не понимаю, давай по-русски. Фичерная карта, это, в общем, такая штука, когда, ваш, ваш ультимативный пик, если проще объяснять, вот, то есть, вы берете, и вы на ней знаете все, и катается у вас там все хорошо, и все классно, и все здорово, и прям вот вы такие, вот, это Джокер наш, грубо говоря, то есть, вот, это Джокер наш, да, это Скранг же, правильно, нет? Да, ну нет, Скранг, наверное, не Джокер сегодня, он, наверное, Бэтмен, и уже мертвый, собственно, Штефан, друзья, Штефан падает, тоже мертвый, второй, это Робин, наверное, Бэтмен и Робин, так что погибли, так что Готэму, трындец Готэму, друзья, 15 раунд за командой на Вин Джуниор, господара в триплкилл. Ну и что, будет ли это финишная прямая, как сказал Евгений, все-таки в шаге от победы на пик соперника такого результата, чтобы ни одного раунда за защиту альтернета не взяли на своей лучшей карте, за сильную сторону по статистике для них, ну, это, это жестко, но опять же, не переставайтесь удивляться, это все-таки онлайн, и, как говорил, что статистика в онлайне, к сожалению, на данный момент вообще никак практически не реляет, тут все зависит лишь только от, мгновение ветра и того, как встал, проснулся сегодня в Денис Липсом Лайл, если честно. Слушай, ну, ну, по разу, ну, честно тебе, честно я тебя признаю. Сегодня ты стал с какой ноги? Слушай, с левой руки, если честно. Ну, вот слева команда и побеждает. Совпадение? Не думаю. А, ну, может быть и так, да, сегодня не с ноги встал, честно признаюсь. Так, Топа погибает, один из топовых ракстатеров, но Капачо бит, работает, слакс отвечает. Неужели схватились ребята из Комодальт, и это так, самый последний момент своей жизни на этой карте с кранг, господи, скранг, может быть, убьет господа, господа, ошибаться, просто нельзя. Но, кладь, последний, сейчас будет вот этот. Не понял, это, сейчас, сейчас, но, но погибает, 15, 8. Хорошо, держимся. Но, с другой стороны, нужно брать еще 7 к ряду. Да, это долго. Я думаю, фейкамбэк будет, но вопрос теперь, тотал больше 265 будет или нет? Прямо интересно. Ну, вот 3 раунда, тоже не так уж-то и много, если прикинуть, если подумать. Ну, подождем. В любом случае, мы никуда не торопимся, тем более, что на виджуниор довольно серьезно реально показали нам характер на вертига. Вот, за такими на виджуниор приятно наблюдать, потому что вот я уже два дня подряд за ними смотрю. Тут аркада боковухи и скранка могут не дочекать впервые, по всей видимости. Они поднабрали форму и хоть говорили многие, что отдых не пошел на пользу. Вот сейчас видно, что отдых таки пошел на пользу. Кресси забирает топ. Так, да, Кресси хотя бы включается тут. Опять топа, кстати говоря, топа в последнее время отлетает первым в некоторые последние раунды. В целом, это для нави неприятно. Напомню, один из лучших фрастаттеров и один из самых полезных игроков в команде. То есть, если он отлетает первым, значит, в этом раунде он уже не играет. Это мы что, значит, как бы ждем? Это мы ждем, в принципе, отлет команды на вид джуниор, допустим, в таком случае. Не обязательно, конечно, но понимаете, да? То есть, если, как бы, самые сильные карты у вас убивают из руки, там, в первые, грубо говоря, секунды, то, как бы, что он дальше-то делает? Ну, пытаться до конца, конечно, да, хилиться, перекатываться, жить, и не думаешь? Ну, давай посмотрим. А ункер скопачил в попытке, опять же, разыграть 2 в 5, бомбы под контролем. А может быть, даже и на подсейфу идти, потому что там с деньгами вот такими все-таки гладко, а ункер забирается кранка. Ну, ладно, после минуса от Мирбита, скорее всего, все тут, там ункера просто должно закрыть. Ну, у него 90 секунд еще. Надо сейвиться. Надо сейвиться здесь. Четыре человека у команды, alternate attacks остается. В принципе, очень вполне себе приятно. На девятку ребята будут выходить. Опять же, вопросы, а тут или больше, пока остаются открытым на данный момент времени. Ребята из команды Navi Junior, как говорится, основной совет топу не терять в начале. Все. Топу не потеряют, раунд выигрывают. Ей-богу. Но пока теряют. Хорошо. Евгений, мы вас услышали. Ну, а вы, друзья, если новичок хотите разнообразить просмотр игры, то кликайте по баннеру под трансляцией и получайте бонусы к депозиту, к первому депозиту паримачу, а также шикарную лайф-линию с крутейшими и бесплативными событиями. Фиксируйте. фиксируйте. Ну что ж, едем дальше. Топу потеряли опять. Не, Габелло тогда. 15-10. Так, мне нужно понять, ты серьезно считаешь, что топа равно ключ к победе у команды на Navi Junior? В целом глобально, ну нет, конечно, но конкретно здесь, конкретно сейчас по какой-то из мне неведомых причин, в смысле неведомых и мне причин, да. То есть точно, да, это очень заметно. В целом, как говорится, собери раунды без топа, собери раунды стопа и типа, опа, коррелейшн, хэппи-нейшн. Вот эта вот история прекрасная, замечательная. Так что, да, десятый за атаксами здесь уже. Надо как-то, вот, парнем из Navi Junior топа, знаешь, приспустить такой, подожди, брат, тебя дома мама ждет. И знаешь, скорость 180, 140, 120, 90. Вот эта вот история. Не гони. Ах, ты гонщик, Евгений. Да, 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 не гони, потому что, ну, реально очень-очень суперполезная игра, которая делает очень много работы и, как оказалось, из-за этого Navi Junior брали очень много раунда. Ну, из того, что мы видим. получается, что получается. осталось не так уж и много, да, видишь, вот уже десяточка, по идее, дтб там, один раунд сверху. Но я все жду, когда, ну, хоть кто-нибудь, ну, понятное дело, что, скорее всего, сейчас должны исполнять сплит на Б, да, через МИД, Navi Junior. Ну, выходит, что, действительно, грусть какая-то настигает нас с вами и я на полном серьезе могу утвердать, что камбэк из Рио, то есть, с счета 15-7 на Вертиго. Не то, чтобы у меня были примеры, но у меня были реально очень крутые камбэки на этой карте с такого счета. И, возможно, это тот самый момент, когда мы там это собрались. Да, да, посмотрим. Пока что сейчас экран будет, то есть, ожидаем, реально, ТБ, кстати говоря, ожидаем, между прочим, то есть, вот и оно. Для работяг можете поставить плюсик, кто здесь на ТБ полкота заливал, как бы, кто ждал, например. Внезапно, почему-то, получилось, что вот оно ТБ. Хотя, с учетом игры от акцев, я думал, ну, наверное, темп, но я был неправда здесь. А там и коэффициенты, говорят о очень интересном раскладе. 107 на Нави Джуниор и 7 с половиной на Альтернативе от Аксона или первой карты ДБУ-3 от паримача. Так что, тут все далеко неоднозначно. Прорыв рампы, минус от Крэси, Крэси триплкил, но, господаров, размены, слакс прожег господарова, скран закрыла лункера. Так, да, лункера закрыли. Кстати, чат пишет про лункера, типа, 29 киллов. Все правильно, чат пишет. Вчера был не так результативен, но он делал важные минусы, а это тоже. Да, 29 киллов это хорошо, вот, но еще раз, еще раз да, на всякий случай, что такое количество киллов и что такое качество некоторых киллов из тех киллов, которые у топа, опять же, есть. Смотрите, топа с кридом, короче говоря, это у нас два из победы, я напомню. Даже понерфленный, это оружие апокалипсиса, все равно. Его редко берут, но, типа, когда берут, то все, сразу треш-угар и садамия начинается. В хорошем или в плохом смысле, кстати говоря, между прочим, скрант на полхп получает. Топа не погиб в ближайшие 12 секунд. Это 16-11 у нас. Да, 16-11, друзья. Может, ты не будешь так критичен, а то за спойлер бан в чате прилетает и тебе бан, Женя, прилетит, не волнуйся. Тогда не буду в чат писать сутки, согласен. Ну, то есть мысли виноват, бан. Все, хорошо. Так и сделаем. Согласен. Так и сделаем. Лады, что там с выходом? Пока очень серьезно, отжали мид, наконец-то, вот, как я сказал, кажется, услышанным, то есть, казалось бы, в чем проблема выйти мид, да? Есть минусы от Крейси по биту, и так же вроде как Крейси продолжает отстрел в этом направлении, у него и слева, и справа есть соперники, при этом Штефан поймал еще и топ, а Умкер, ну вот, отловил Крейси на выходе. С другой стороны, Вирби также еще есть в окошечке, он успел отстрелить, Господарова, а Умкер не подоспел помочь своему тиммейту, и вот 2 на 2, Капача, а его не ждут, вот этот самый важный момент, скорее всего, под Б-спиралью здесь, Т-спираль чекает один из игроков команды КТ-стороны, и скранку около Апдауна сидит, очень-очень интересная разыгровка может быть, на 20 секунд остается, о, Умкер, ой, братан, о, и все-таки ты погибаешь, вот это, конечно, уже совсем сложная история, Капача палится, у него нету дополнительного времени, кстати говоря, к сожалению для него, да, пакет он по пути подбирает, но прекрасно понимает, что его будут преследовать, забрать оппонента. Стой, подожди, у него есть возможность поставить бомбу. И тут, капачо. Он не успел, на полсекунды. Он не успел, на полсекунды. Какой же это но 네, ну вот, с одной стороны, а может быть, не стоило, да и фейковать, потому, что экономику бы, так подмассыпал бы, тиммейтом, да? пускай бы и умер, скорее всего. Ну, опять же, я не настаиваю на своем, как бы, мнении, на своей точке зрения. Вот это круто. Вот это реально. Это вообще сочно. Вот это прямо. Очень-очень-очень нравится, конечно. Здесь. И что у нас? У нас ну, немножко дабай здесь от команды Navi Junior. Чуточку совсем. Капачи не упасть бы, не упал. Ушел, естественно, с Калашом. Топа, кстати говоря, погиб. Опять же, неприятная ситуация. И у топа, между прочим, в последних раундах не особо фраги получается, видите, да? То есть 19, уже 17 смертей, а было, по-моему, 19-14, если ничего не путаю. То есть как раз в последние раунды, типа, погибал, 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 погибал и все. Так что надежда на Ункера как раз, наверное... Ох уж эта надежда на Ункера, он, конечно, не подводит зачастую, но тут, видишь, не только Ункер сейчас нужно включаться. Navi Junior уже отдают 5 к ряду и пока не видно вообще, будет ли сдвигся, да? это уционки, потому что даже вот подобные выходы на ЭКО показывают очень многое. Без потерь справятся альтернаты. И вот немцам так позволяет, да, отыгрывать. Просто нельзя. Их нужно ломать, навязывать свою игру, не давать делать то, что они хотят, но... Пока все идет совершенно по иному сценарию и, в целом, Navi Junior реально близки к тому, чтобы отдать камбэк. Два раунда допов это, опять же, не так уж и много. Да и пять раундов было немного. Восьмерочка, да, многовато, но пять раундов за КТ от камбочной вертига альтернатом вполне себе по силу. Да, это правда. Тут могут до допов дойти ребята. Топа опять погиб. Ну вот, много смертей в начале. Топа постоянно находят какой-то криптонит, получается, у команды Navi Junior такой. То есть через топа как бы команда альтернат атак сделает опен и, соответственно, идет дальше. Вот и получается, соответственно, идет дальше. Это довольно грустно. Но, тем не менее, Navi Junior сейчас в большинстве для это сайда. Это для них очень хорошая новость. Как говорится, таких хороших новостей что-то не было очень давно, то бишь, несколько раундов имеют. А вот теперь хорошая новость для Слакса, да. Но с разменом от Капача снова не доводит до второго мультикила. Ну, мультифраги нужны, но по поводу 2 на 2 в частности. Вроде как, бомбу все еще не поставили, спины крадется. Господаров пошел фейсчекать, он пошел фейсчекать и за это дело было наказано. Вот 2 в 1 бить это уже сложно. Хотя, опять же, убирать игрока в КТ и разыгрывать уже раунд под Б. Там сзади 1 и спереди 1. Вот это неприятно. То есть это потенциальные клещи бьют от клещей и ворачивается, кстати. Это он умничка вообще. О, вратан. О, это ты прямо тут в фейке под фейке. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, тут вот прям очень интересно может быть. Бит. Они должны же доказаться. Они же должны были догадаться, что он обходит. Ну, то есть его нету нигде. Ну, они не догадались. Может быть и даже... Штефан! Штефан! Да ладно! Бит! Нет, ну это Grandmaster Beat. Вчера я еще говорил об этом и сегодня он показывает просто великолепную такую вот исполнительную часть со своей стороны. Ну, что можно сказать наверняка? Поздравляем команду Navi Junior с победой на пике соперника. Пускай это было не так уж и просто, но кому какая разница, победить они не судят. И я даю должное. Navi Junior молодцы. Круто, 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 круто. Очень понравилось. Очень сточная карта. Navi Junior реально большие молодцы, потому что, как в чате тоже напомнили правильное слово, сигнатурная карта, да, то есть фичерная, сигнатурная, ультимативная, называйте, как хотите. Что-то типа того. Но дальше... Самая лучшая карта, да. Нас с вами ожидает, собственно, D-Dust 2, пик команды Navi Junior, поэтому, друзья, напоминаю, что вы смотрите Malt Vibes, пятую неделю, это плей-офф, и студия RUHUB для вас работает, генетель, с вами Андрей Нишарет на продленке сегодня до конца этого игрового дня, поэтому не забывайте фолловить социалки RUHUB и возвращайтесь к нам, ведь скоро вернемся с татарным пыльником. Не переключайтесь.